Уже количество поменьше. Спрашиваю, чем занимаемся. Мы тут уехали хоронить сегодня батюшка Андрей и дробот Роси Нестор. И там, видимо, взял еще Людмилу, дьякона, жену петь, отпевать. Рыжая она к ним у нас лежит. Марина тут готовит хлебы. Все, поднимается уже? Да, это уже второй раз. Уже накладывать буду. Вот оттень падает солнечный. Это русская печь. Как Шариков говорил, моя работа. Видишь, далеко положено, все как положено. Ты видел, какой свод-то круглый? Свод вверху, потолок, посмотри, наклонись. О, поняла? Да. Вот как сделано. И она, жар идет сюда. Наклон 2 градуса. Кислород попадает. И огонь сначала туда поворачивает, потом сюда. Весь жар остается. Это секрет. Здесь 49 сантиметров, а в конце 51. А здесь наклон должен быть. В смысле, она туда выше идет, да? Да, конечно. Чтобы огонь туда затягивало, чтобы жар отдало. Вот так. Ну, а тут задвижки. Вот это летние. Открою, она сейчас не нужна. Вот так, чтобы туда все шашлык. Вот так вот. Это русская идет. Ну, а это закрыто. Так, это можно все время держать открыто. На летнюю. Это на зимнюю. По всем оборотам. Не надо туда гнать сажу. Пусть открыто будет. А здесь закрыто все. Все готовят. Сколько здесь? Три. Раз, два, три, четыре, двенадцать. Один раз сажаешь? Да. Только двенадцать? Да. Надо, чтобы день и ночь работали, пекли. Вы уедете, останется володя, чтобы никуда не отвлекать. А мы их тут насушим сухарей. Все, пойду смотреть, что дальше. Это вот мы сегодня пошли рядом у себя. Вот. В окно, видать, малина. Вон там ребята сидят. Вот, я взял маленького этого Тимошку. И вот набрали. Это наша карта. Это они набрали. Аполлинария с альбом. Зелененький. А вот мои, которые кошкам, всегда помойте, чтобы она стояла чистая. Хорошо. Ладно. Роботы поехали домой. Это у нас на горях написано. Вот чем мы занимаемся. Вон ребята что-то пошли заглядывать. А вот эти что-то им интересно. Лев с Тимошей исследуют. Я называю шлем. Вот эта вода в чем находится. Богатырский шлем. Ну, Оля что-то тут затеяла. Что-то она тут делает. Что-то ты это на место Гали. Я, гляжу, хлюпать начинаешь, что. Что тут стирать-то берешь? У Кутина места Гали я не собираюсь. У Гали свое место, а у меня свое. Ну, да смотрите. Надо ли стирать? Вот что вы стираете-то? Да, конечно, надо, Игнатий Тихонович. Ну, конечно. А раз она... Грязь была... Ну, где грязь? Вот это вот лежит. Все, это она грязная, что ли? Давай, повернем ее. Абсолютно чистая, полосатая. Ну. Ну, как? Ну, зачем? Воротник чистый, все чисто. Вот грязная. Ну, где грязная? Сейчас вот перчаткой задела, запачкала. Не надо. Возьмешь его. По порядку. Вот это еще. Это Полинина. А зачем ее стирать? Ну, я не знаю. Ну, зачем? Вы просто рвете материал. Вот случайно в прошлый раз подошел совершенно воротник, все чисто. Не надо это стирать. А это что? Вот это что такое? Это Виталика костюм. Тоже не надо. Это рабочая, вообще не стирается. Он, по-моему, в храм в нем ходит. Ну, хоть храм, она чистая совершенно. Перебери вот эти, я их не буду трогать даже. И выключи машинку, она не нужна. Прежде чем что-то делать, спрашивайте благословения. Хорошо. Вы понимаете, совершенно счастливое. Убери их, унеси назад. Не стирать. Виталик придет и сам заберет, хорошо? Хуже некуда. Я сказал, унеси, пусть Виталий. У тебя все время на поперек какие-то слова. Давай, не ищи отправдания. Отнеси на место. Видишь, что-то хлюпается здесь стоит. А начнешь смотреть, ну что, рвань одна. Хорошую рубашку заталкивают, в дребезги разнесли. Я вот сам стираю. Жена говорит, у меня рубашке 35 лет. И все. И они сколько, не грязнее вас. На работу устраиваются, там молодые девчата медицинские, осматривают и смотрят. А чем вы питаетесь? Ну я говорю, посыпать. Так у вас тело не назовешь, что оно худо-худо. У меня нормально, совершенно как положено. Лишнего веса нет. 62, кажется, килограмма. Вот это-то можно постирать? Так, посмотри. А зачем? А смотрите, какая. Ну ему пусть смотреть, он ходил мне и будет дальше. Через минуту такое же. Они нисколько не... Воротник все целое. Он что-то взял, понес. И вот маляночка впереди, это ни на что не влияет. Покажи по порядку все. А юбка, юбка? Я не знаю, юбка, покажи. Вот она, грязно. Постирай. Все, эту постирай одну. Дальше. То же самое, под дождем была юбка. Под дождем. Это юбка эта твоя, стирай, отдай. Хорошо. Ты это любишь стирать тебе. А то в сторону откинь. А это что? Кофта, кофта. Чья это? Не знаю, чья. Стирай. Стирай, убери. Три. Так, дальше. Хорошо. Футболка. Футболка. Чем она не понравилась тебе? А вот она вся грязная уже. Все, забирай. Стираем? Стираешь. Благодарю. Да, ой, благодарю. Это что? Это тоже кофта. Но она темная, но она грязная. Темная она, чистая совершенно. Отбросьте в сторону. Отбрось. Она воняет. Что-то там митингует. Она воняет, говорит Марина. Воняет? Не это воняет. Грех воняет. Грех брось. Так, отбрось в сторону. Так, давай дальше. Не задыхайся. Так, это... Что такое? Нормальные брюки, совершенно чистые. Брось. Володины. Вам показать среди чистых, вы даже не подумайте, что это она запашка. Это Володя, да. Так, рубашка чистая, воротник, все чистое. Все чистое. Отбрось. И не смей больше прикасаться к ним. Хорошо. Я вас разнесу. Переколочи все эти. Так, что? Пятнышко испугалась? Нет. Нормально, совершенно нормально. А то они не грязные. Ну, а то ягоды, на ягоды навалился, вот он оперся на ягодник. Еще стирать теперь, рвать надо. Дурью маетесь, потому что нечем заняться. С одним ребенком квасятся, сидит дома. Это штаны. Так, это еще нормально, не надо стирать. Быстрее перебери. Так. Это футболка, ее надо... Ну, бери, бери, стирай, стирай футбол. Все равно ее выкинешь и футболка. Футбола в глаза не видали. Так, это еще... Юбка. Ну, еще она... Нормальная юбка, совершенно чистая. Хорошо. Беззаконники. Рвут все подряд. Ну, дальше что? Да даже отсюда видно, что она чистая. И воротник, все чистая, рукава, все, отбрось в сторону. Лишь бы загрузить. И поди с порошком. Можно ведь Володенький постирать? Да, Володенький надо постирать. Постираем, Володя, ладно? Да, постираешь. Хорошо, Володя, стираем. Рубашка, рубашка, но она уже грязная. Но грязная, да. Да, все, хорошо. Грязный воротник только. Полотенце постирать? Так, полотенце, покажи, что оно там? Где оно грязное? Ну, как оно? Да нигде. А, не надо. Чуть-чуть. Оно не грязное. Это тоже чистое. Полотенца такие не бывают. Это вы запачкали его умышленно. Одно пятнышко только. Марина, там хлеб у тебя сгорит, посмотри. Температуру поднимаешь больше печной. Давай, смотри туда, вовнутрь печки. Вне, туда. Труба-то смотри, какая идет. Дальше. Но здесь надо постирать. Ща, ща. Видно, что-то там есть. Постирай. Все на этом конец. Все остальное забери, унеси туда. При мне. Давай. В дом заношу, да? Забирай это тоже снизу. То и другое. Все. Отнеси, положи. Не вздумай прикасаться. Не буду. Я вам разнесу тут все. Все шланги подрублю. Вода качается. На себя смотри ножом никак. Вот Аполлинария. Что она делает? Она ошкуряет. Почему? Это необходимо. Видишь, как хорошо у нее получается? Она не на себя нож делает. От себя. Это главное качество. Никогда на себя не поворачивай. Вот. А там дядя Вова. Вот туда уже. Дядя Вова. Тут два дяди Вова-то. А в деревне еще два дяди Вова. Называть-то не умеет. На 10 дворов 4 или 5 Вовок. Да приедут еще в гости два Вова. У нас тут соединили две усадьбы. Так. Это облепиха рядом растет. А это вот. Утром я спрашиваю, где Марина? Подвязывает помидоры? Подвязывает. А выходит из спальни. Вот, пожалуйста. Подвязывает помидоры. Подвязывает. Еще оно будет. Привязали. Как привязали? Бедный помидор. Как он будет расти? Это вообще. Понятия не имею. Ему надо распускаться. А они его в кучу сбили. Подвязать-то стебель надо, а не эти. Вот так. Надо посмотреть еще, чем хлопцы занимаются. Так. Меня очень интересует. Чем вы занимаетесь? Это как мальчик в пижаме. Вы наденьте рукавички и из-под стола везде вырвите крапиву. Чисто, чтобы было. Чисто все убрать. Ни одной травинки, чтобы не было. А я говорю, рукавички надеть. Ты первое уже не выполнил. Рукавички надеть. А ты начал сразу что-то рассматривать. Банки вот эти подберите. Еще они под ногами валяются. Отнесите куда надо. Кучу. Начинай убирать. Все. Обиходка, все. Щетка на полу валяется. По ним топчетесь. Ванны кверх ногами. Распад. Не дай вот так еще какую-нибудь работу. Ничего не буду делать. Совершенно не хотят. Ну ладно. Интересно, ласточка тут под крышей сделала. В прошлом году вот здесь с этой стороны было у ней гнездо. Вот как заходим. Вот дверь. И вот в углу. А Владя нынче даже не открыл окно. Не открыл окно, ничего и нет. А вот нынче начали они на аппаратуре. На этой вот в виде гнезда. Я не знаю, это еще звонок или что. Такое вот. Ах, ну вот оно рядом. Открытое. Не открыли, пришел. Да был. Забыл. А сейчас гляжу, ласточка залетает с обратной стороны. Выйти. Там где гнездо, да сверху его под крышей. Вообще никогда такого не видал, чтобы ласточка под крышей была. Вот оно, отверстие, они там залетают. Надо потом посмотреть, что и как. Тимоша, ты ничего не делаешь опять. Наклонись на коленки, начинай под корень вырывать. Травинки вырвете, там же мама стирает. Столбушки гниют. В прошлом году мы там сделали с Колей. Вот отошел, все, уже ничего не будет делать.